Всем известно, что успехи в лечении онкологических заболеваний, новые комбинированные виды лечения продлевают жизнь больных, но однако на этом фоне мы нередко видим развитие определенных нежелательных явлений, в том числе и кардиотоксических эффектов, которые бывают достаточно разнообразны. В конечном итоге они практически все приводят к сердечной недостаточности, то есть развивается кардиомиопатия с проявлениями сердечной недостаточности. Большое количество исследований, меморандумов, рекомендаций за последние годы вышло, включая монографии по сердечно-сосудистым осложнениям, по сопроводительной терапии в онкологии, по кардиоонкологии, рекомендации общества сердечной недостаточности, согласованное мнение экспертов выходило. И везде большая часть посвящена преодолению этих нежелательных явлений кардиотоксичности, и в основном это ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, сортаны, метаболические средства. Ну, уже сейчас достаточно ограничено. Дексрозоксан при определенных метастатических раках и у детей используется. Но все мы знаем, что развиваются такие необратимые процессы при кардиотоксических эффектах, когда происходит гибель, апоптос, происходят фиброзные изменения в миокарде. И вот последние годы взгляд исследователей обратился к клеточным технологиям, которые развиваются уже достаточно давно, и вот сейчас именно взгляд обратился на развитие этих технологий в онкологии. Эти технологии основаны на трансплантации клеточного материала взрослых стволовых клеток, и существуют они в клинической практике уже много лет, и проводились многочисленные исследования. Я не могу сказать, что и в нашем центре уже с конца 70-х годов проводились исследования по безопасности их применения, и вот одно из последних, это вот в Японии исследования профессора Токахаши показали, что трансплантация стволовых клеток не вызывает формирование опухоли у животных и является безопасной в плане стимуляции опухолевых процессов. Человеческие кардиомиоциты наиболее такой вот агент, который сейчас плотно изучается, и он служит такой незаменимой платформой для изучения именно сердечно-сосудистых заболеваний человека. Известна способность стволовых клеток, их направленный хемотаксис в области локализации повреждения, в области очагов воспаления и также в новообразование. Этот процесс называется патотропизмом, и именно он управляет процессами регенерации. В настоящее время клеточные технологии при изучении кардиотоксичности идут по таким вот трем основным направлениям. Это изучение возможности возникновения кардиотоксических эффектов на культурах различных видов стволовых клеток, изучение безопасности их введения для исключения прогрессирования или возникновения опухолевого заболевания, и оценка влияния применения уже различных типов и путей введения стволовых клеток на сердечно-сосудистую систему. Также в последние годы этому направлению посвящено много работ и много исследований, хотя именно клинических исследований их еще недостаточно много и недостаточно большие выборки идут пациентов, но уже во многих центрах в мире проводятся такие исследования. Ну вот по влиянию на кардиомиоциты химиопрепаратов, ну вот в частности ингибиторы тирозинкиназы изучались. Вот одно из последних исследований таких больших, это исследование Стэнфордского университета, где был исследован 21 ингибитор тирозинкиназ на кардиомиоциты, и 6 из этих препаратов показали низкий индекс сердечной безопасности, хотя вот в исследованиях клинических, вроде бы в начале, в предклинических исследованиях не было такого показателя, однако при исследовании на кардиомиоцитах это было показано, что эти препараты вызывают выраженные кардиотоксические эффекты, а вот допустим три других препарата, они показали, что при введении инсулина, инсулиноподобного фактора роста, вот эти неблагоприятные воздействия уменьшались. Ну, вот эта схема этого исследования очень интересного, и вот в таком направлении сейчас работают исследователи. Известно, что антрациклины ингибируют топоизомеразу 2b, присутствующих в покоящихся клетках, к которым относятся и кардиомиоциты, и приводят к нарушению формирования ДНК, к митохондриальной дисфункции и в конечном итоге к гибели кардиомиоцитов. И поэтому для регенерации именно этих участков, где произошли такие процессы, используется сейчас и изучается использование мезинхимальных стволовых клеток, которые в настоящее время являются таким пристальным объектом исследования, так как именно в отношении преодоления нежелательных последствий лекарственной терапии, лучевой терапии для регенерации тканей. Надо сказать, что мезинхимальные и стромальные клетки были открыты отечественным ученым Александром Яковлевичем Фриденштейном. Наши коллеги из нашего центра непосредственно, вот Анатолий Георгиевич Конопляников, который организовал эту лабораторию в нашем центре, он был учеником Александра Яковлевича Фриденштейна и тесно с ним сотрудничал много лет. Эти клетки почему вызвали такой интерес? Это было связано с относительной простотой культивирования этой популяции клеток и с широтой их возможных дифференцировок. При этом у этих клеток отсутствовал комплекс гистосовместимости, что давало возможность применения и аллогенных культур без каких-то побочных явлений. В последнее время изучались активно, какое количество этих клеток попадает в миокард при введении организма разными путями. Это вот такое широко известное исследование БУСТ, в котором проводилось исследование этих меченых клеток при разных путях введения. В исследовании БУСТ было показано, например, что при введении этих клеток в периферическую вену до 2% клеток попадает в миокард. Хотя в исследованиях и последнего времени в том числе было показано, что не только сами клетки, попадающие в миокард, приводят к регенеративному эффекту, но и паракринные эффекты, которые запускаются после попадания этих клеток в миокард. Это активизация региональных, то есть миокардиальных стволовых клеток, так как широко известно, что практически во всех органах есть свои стволовые клетки. И вот при попадании кардиомиоцитов, введенных в периферическое русло, они активизируют клетки региональной миокарди. За последние годы были изучены механизмы репарации миокарда, вот они указаны на слайде, позвольте не зачитывать их, здесь вот все это указано. И именно это привлекло и внимание наше в изучении регенерации миокарда после таких вот воздействий повреждающих. Также в последние годы изучались и ангиогенез, региональный ангиогенез при введении стволовых клеток, вот исследования Потапова и коллег, это отечественное исследование проводилось, и было показано, что эти клетки введенные повышают ангиогенез в миокарде и способны повысить биорегуляторную активность клеток, способствуют созданию вектора регенерации в миокарде. Вот на данных слайдах из этой работы был показан, как выглядит вот на первом слайде неизмененный интактный миокард, второй слайд – это повреждение, криодеструкция миокарда, и на третьем слайде, третий и четвертый слайды – это ангиогенез в миокарде после введения через 30 суток, после введения мезонхимальных стромальных клеток. В нашем центре в течение многих лет под руководством Анатолия Георгиевича Конопляника изучалась эти работы, как я уже говорила, и концепция системного метода введения стромальных клеток, которая основана вот на этом эффекте, еще его называют хоминг, миграция дифференцированных в направлении кардиомиоцитов клеток в места поврежденного миокарда. Имеются работы по их кардиопротективному действию и при лучевых перикардитах. На данном слайде продемонстрированный именно этот эксперимент, когда после введения адриомицина происходит некроз миоцитов у крыс, через две недели вот так выглядит миокард с участками некроза, и затем через четыре недели после введения кардиомиобластов происходит ангиогенез и практически полное восстановление гистоструктуры миокарда. Это легло в основу исследования, и было проведено обследование двух групп пациентов, которые получали химиотерапию при контрольном обследовании, когда у этих пациентов, если выявлялись кардиотоксические эффекты, проводилась, естественно, назначалась рекомендуемая медикаментозная терапия, и внутривенная трансплантация культуры кардиомиобластов. Мы также выбрали путь введения именно внутривенный. Он наиболее простой, наименее инвазивный метод, особенно учитывая, что пациенты получают много инвазивных процедур, и они достаточно ослабленные пациенты. Этот метод, он легкий для пациентов, он не вызывает какого-то дискомфорта из побочных действий. Фактически, что мы видели, это периодически у некоторых пациентов 2-3% пациентов отмечалась гипертермия в ближайшие часы после введения, и снижение артериального давления за счет выделения этими клетками активного оксида азота, то есть активной вазодилетации. Но это легко оккупировалось обычными медикаментозными средствами. Вводили мы до 200-250 миллионов клеток. Такое количество клеток обусловлено именно тем, что, как вы видели, небольшой процент попадает именно в миокарт этих клеток. Поэтому на предклинических исследованиях большие дозы клеток вызывали более тяжелую переносимость. А вот это такая средняя доза, которая легко переносится пациентами и при этом дает эффективность, показывает. И было показано, что у этих пациентов, вот пациенты первой группы, которые получили клеточную терапию, у них отмечался рост сократительной функции миокарда, также уменьшались эпизоды аритмии, ишемии, и тесты с шестиминутной ходьбой, и оценка по шкале оценки клинического состояния у этих пациентов были гораздо лучше, чем у пациентов второй группы, которые были только на медикаментозной терапии. Ну, дальше я приведу клинические случаи. Это вот пациент, который имел кардиотоксический эффект на фоне химиотерапии, и в последующем, несмотря на назначенную медикаментозную терапию, через 6 месяцев мы видим по сцентографии миокарда снижение перфузии и уменьшение сократительной функции, то есть течение развития сердечной недостаточности. Также это отмечалось отрицательной динамикой и ПКГ, и по эхокардиографии отмечалось снижение фракции выброса, объемы увеличивались. И пример пациента, который получил клеточную терапию, пациент с тягощенным анамнезом сердечно-сосудистым, тем не менее, ему проводилось лечение, и была проведена клеточная терапия, и вы видите на первом изображении сцентографии снижение фракции выброса у этого пациента, выраженное снижение перфузии, через год после клеточной терапии, это у пациента, который имеет такой серьезный сосудистый анамнез, мы видим положительную динамику по перфузии, по сократительной функции. Справа верхний слайд – это через два года, и нижний слайд, то есть дальнейшая положительная динамика, и нижний слайд – это практически через три года после введения клеток мы видим некоторую отрицательную динамику в виде уменьшения перфузии сократительной функции по сравнению с предыдущим исследованием, но по сравнению с первым исследованием, которое было после химиотерапии, все-таки это лучшие показатели. Еще один клинический случай пациента после клеточной терапии, который тоже наблюдался, и до сих пор он у нас наблюдается уже больше, чем два года без отрицательной динамики. И здесь мы видим тоже постепенное улучшение перфузии и фракции выброса у этого пациента до 12 месяцев. Через 24 месяца некоторая отрицательная динамика наблюдается, но это лучше, чем исходно после химиотерапии. Также были проведены исследования в лаборатории под руководством Грифцова Людмилы Юрьевна о крыс с докса рубицином в разных дозах и сведением мезонхимальных стромальных клеток, где было показано также улучшение морфометрических показателей, улучшение гистоструктуры миокарда именно в той группе, где вводились мезонхимальные стромальные клетки. Также было показано и увеличение содержания групп пролиферирующих клеток в субапикардиальных зонах левого и правого желудочка, что свидетельствовало об активизации собственного регенеративного потенциала миокарда. Во второй экспериментальной группе интересный такой был эксперимент, когда животным вводился докса рубицин в меньшей дозе 2 мг на килограмм и в большей дозе 5 мг на килограмм. И в двух других группах, где доза была меньше, МСК вводились после проведения введения докса рубицином, а в четвертой группе проводилось довведение, то есть превентивное введение мезонхимальных стромальных клеток. И что же мы увидели? Что именно в этой четвертой группе, когда проводилось превентивное введение мезонхимальных клеток до введения докса рубицина, морфометрия была значительно лучше, и она вообще была близка к контрольной группе. И также по гистоструктуре, и по иммуногистохимии мы также видим, что именно в этой группе динамика была выражена, положительная динамика, и особенно по сравнению с двумя другими группами. На основании этого начато исследование, оно еще не закончено, еще набор пациентов продолжается, по превентивному введению культуры стволовых клеток. И мы видим действительно положительный результат. То есть вот пациент с лимфомой Ходжкина, вот это клинический пример, когда мы видим, что у пациента ранее проводилась химиотерапия, уже в отдаленные сроки, но в настоящее время перед следующим курсом химиотерапии пациенту проведена клеточная терапия, и мы видим положительный эффект уже после химиотерапии, однако продолжается положительный эффект воздействия. Еще один пациент, здесь не сцентографией, здесь проведены данные ЭКГ, и эхокардиография у пациента, который с отягощенным анамнезом сердечно-сосудистым, у пациента дилетационная кардиомиопатия и ишемическая болезнь сердца. И после проведения клеточной терапии у пациента увеличилась фракция выброса, исчезли зоны дискинеза, которые исходно выявлялись, и это на фоне химиотерапии, перед которой было проведено введение культуры стволовых клеток. Еще один пример пациентки, также превентивное введение стволовых клеток, и мы видим улучшение сократимости миокарда и улучшение перфузии миокарда. При этом по кардиомаркерам мы также видим снижение НТ про БМП и уменьшение высокочувствительного цирреактивного белка. Конечно, перед клеточной терапией стоят еще много проблем, их предстоит решить. Это и показания более точные к проведению клеточной терапии, и сроки начала, и как долго сохраняется эффект, и самое главное, какие отдаленные результаты у пациентов. Хотя, как я уже говорила, в наших исследованиях были пациенты, которых мы уже наблюдаем и больше пяти лет даже, потому что начинали мы раньше еще до этих исследований. Таких пациентов единичные у нас были. Но, тем не менее, конечно, нужна статистика для того, чтобы оценить действительно эффективность этого лечения. И несколько слов о молекулярно-генетических факторах, которые исследуются сейчас. В ряде работ изучены механизмы генетически детерминированной кардиотоксичности. Таких работ сейчас становится тоже больше. Вот здесь приведены несколько работ по изучению полиморфизма гена апоптоза протеина П53, геносинтаза оксида азота и синтаза гиалуроновой кислоты. И в этих работах было показано, что пациенты с определенным генотипом более чувствительны к... И у них чаще возникают кардиотоксические, то есть предрасположены к кардиотоксичности. И есть генотипы, которые показывают, что у таких пациентов кардиотоксические эффекты возникают редко или практически не возникают. И это направление, конечно, представляется достаточно перспективным для предварительной оценки возникновения кардиотоксических эффектов, что позволит избежать нам получения таких эффектов и, естественно, улучшит качество лечения и качество жизни наших пациентов. И в заключение хотелось бы сказать, что необходимо продолжить эти работы по изучению возможностей использования стволовых клеток, изучению молекулярно-генетических предикторов развития ремоделирования и успехов всем коллегам, которые занимаются этим направлением. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...